4 декабря в Мордовском университете была запущена президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. В этом году организован юбилейный 20-й набор слушателей. Конкурсный отбор успешно прошли 15 человек. В течение полугода они будут обучаться у лучших теоретиков и практиков, затем столкнуться с дополнительными испытаниями. Вам предстоит решить в ряд очень серьезных задач. Это прежде всего под руководством ведущих наших ученых подготовить самостоятельно проекты развития направлений деятельности ваших организаций. И как правило наши слушатели выполняют эту работу на материалах и непосредственно на своих предприятиях. Потому что вы хорошо знаете тему, хорошо знаете проблемы, которые существуют, хорошо, я думаю, видите перспективы развития организации. Но наши коллеги вам активно помогут в этом, в этой непростой, сложной работе. И результатом вашего обучения будет защита ваших работ. Конечно, вам придется совершенствовать, и в этом есть большая необходимость, ваш английский язык, деловой английский язык. Программа направлена на подготовку профессиональных кадров, которые помогут вывести предприятия на новый уровень развития. Сделать их более конкурентоспособными и эффективными. Программа, это отмечают участники конференции, отмечаем мы с нашими коллегами. Она дает очень много каждому из участников. Она дает очень много слушателям программы, которые, многие из которых, несмотря на то, что имеют базовое экономическое образование, они приходят сюда для того, чтобы понимать о тех нововведениях, о тех инновациях, которые есть в сфере управленческой подготовки, в сфере управленческих технологий, много получают и те слушатели, которые не имеют базового экономического образования. Программа эта дает очень многое им, нам, преподавателям, потому что большинство из нас первые годы программы в последующем также проходили стажировки. За 20 лет подготовлено около 600 управленческих кадров для организации народного хозяйства. Выпускники программы – это управленческая элита и лидеры бизнеса региона.